О необычности и неформатности мероприятия в этот день говорило все. Даже войти в театр публике предложили не через парадный, а через служебный вход. Такова задумка – показать публике жизнь в мире мельпомена изнутри. Из принципиальных решений – дресс-код для гостей. Каждый пришедший разделить этот вечер должен был выбрать для себя исключительно черный цвет одежды, чтобы ничто не отвлекало от ощущений и эмоций. Total Black вокруг – приглушенный свет царства проводников. Все настраивало на глубокое и чувственное проникновение в театральную жизнь. В начале ознакомительного пути гостям предложили оставить свой след в истории. Белое очертание хрупких рук – как символ того, что даже одной яркой выделяющейся личности может быть покорим весь творческий мир, открывая занавес символизма к душевным истокам. Они порой переживали разные чувства от нежности любви. Иногда некоторые наши комнаты очень страшные, очень шуткие, и эмоции будут достаточно противоречивые. Но я надеюсь, что все понимают, что это театр, это условность, и воспримут все наши комнаты, все наши задания и загадки с какой-то долей симпатией, юмора где-то, и примут как условия игры, в которые они сегодня попали. В фойе Большого зала, кроме чарующей музыки, гостей праздника искусства ожидало еще одно необычное знакомство. Такие яркие и такие разные. Выставка фотопортретов встречала все гости мероприятия на втором этаже. Каждая эмоция – это уже элемент искусства. Брестский академический театр драмы – это история в лицах. Чутких и проникновенных, радостных и печальных, таких, какими воплощают своих персонажей актеры. Считанное мгновение и необычное путешествие по сакральным и сокровенным театральным площадкам начинается. На каждом из этапов участников тематического квеста, организованного специально ко дню театра, ожидали самое неожиданное задание и знакомство – разгадать ребусы и загадки, пройти по узким театральным подмосткам. На всем пути квеста условным путешественникам удалось испытать самые разные эмоции – от волнения и восхищения до легких ноток страха. Одним из самых театральных заданий стало качественное создание авторского этюда, где свои актерские навыки показал каждый из участников команды. А судьи кто, спросите вы. Правильно, опытные режиссеры и мастера сцены. Неформатность вечера и стала его изюминкой. Бесспорно, без своей доли эмоций, впечатлений и аплодисментов, а последней точкой квеста стала большая сцена, не остался ни один гость праздника. Говорить о будущем проекта в театре пока не спешат, однако здесь уверены, что это не последний сюрприз, который ждет брестскую публику. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдвард Букуночь, Александр Макаревич, телекомпания «Бух-ТВ». Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдвард Букуночь, телекомпания «Бух-ТВ». Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдвард Букуночь, телекомпания «Бух-ТВ»